Краски, свежий воздух, единение с природой. В Звенигороде прошел открытый урок по пленеру. Это техника написания картин вне мастерской, на природе при естественном освещении. В отличие от традиционной студийной живописи, он позволяет художнику с большей точностью отобразить на холсте богатство окружающих красок и малейших изменений цвета натуры. Литра, она не только на красках, но и в душе человека. И все зависит от каких-то полутонов, смешений. И получается другая степень. Пленер появился в начале 19 века в Англии и стал основой эстетики художников, для которых свет и воздух приобретают самостоятельное значение и интерес. Картины здесь пишут разными видами красок – масляными, акварельными или акриловыми. Но для того, чтобы идеально передать все богатство натуры, приходится учитывать многие нюансы, в том числе время суток и сезон года. Я рад, что сегодня на пленере присутствует столько много маленьких художников, детишек. Мы, как уже говорили, о том, чтобы смотреть на мир глазами ребенка, что здесь будет скоро проходить набережная, ее будут благоустраивать. Я очень рад, что город в этом принимает активное участие. Для художников это важно, чтобы проводить пленера. Юная художница Анастасия узнала о мероприятии от мамы и пришла сюда с подругой отдохнуть и порисовать. Считает, что такое времяпрепровождение позволяет откинуть все негативные мысли. Я думала, будем рисовать портрет. Потом мы решили нарисовать пейзаж, Москву, реку и природу. В художественных школах всего мира обучают детей искусство написания картин на открытом воздухе. Несмотря на появление новых стилей и направлений, с уверенностью можно сказать, что у пленера прекрасное будущее. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.